Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг-М». Посмотрите, сколько в «АвтоСтронг-М» оригинальных классных стекол. Также в компании «АвтоСтронг-М» 200 тысяч запчастей, которые мы привезли для вас бережно из Европы. Кстати, есть еще очень много кузовщины. К моторам Opel всегда очень большой интерес. Сегодня мы решили разобраться с целым семейством. Начнем мы с агрегата Z16XE. Двигатель Z16XE появился в 1998 году и выпускался аж до 2010 года. Эти двигатели относятся к маркетинговому семейству Ecotec. Никаких особых новшеств в нем нет, но он порадовал 16-клапанной ГБЦ. Здесь нет фазовращателей и впускной коллектор пассивный. В приводе ГРМ используется зубчатый ремень. В ГБЦ есть гидрокомпенсаторы, блок чугунный. В поршневой группе предусмотрено несколько ремонтных размеров. Также несколько ремонтных размеров предусмотрено для вкладышей. Этот двигатель сделан уже с учетом более строгих экологических норм. В частности, его поршни облегчены, уменьшены внутренние потери на трение за счет уменьшения компрессионных колец и маслосъемного кольца в частности. Данные двигатели удивили своих владельцев за счет этого очень большим масложором. Данный двигатель ставился практически на все модели Opel. На Astra G, Vectra B, Zafira A, дальше на Meriva A, Vectra C и Corsa C. Сегодня мы будем разбирать двигатель, снятый с Meriva 2005 года. Самая распространенная проблема этого двигателя – это расход масла на угар. С этой проблемой сталкиваются практически все владельцы автомобилей с данным двигателем. Перед покупкой следует проверить, то есть на холодную завести двигатель и сизый дым укажет на горение масла. Также стоит выкрутить свечи и масляный налет на свечах укажет, что масложор в самом разгаре. Датчик положения коленвала считывает показания по задающему диску, который находится на коленвале. Обычно этот датчик никаких вопросов не вызывает. Но если двигатель начал глохнуть по мере прогрева и заводится только когда остынет, то стоит провести ревизию датчика положения коленвала. Мотор у нас нет товарный, застолбленный, навесных агрегатов на нем нет. Но мы знаем, что в «АвтоСтронг-М» есть практически все, и все недостающие запчасти мы нашли на нашем огромном шестиярусном складе. Это рулевой вал и ЭБУ. ЭБУ на данном двигателе является слабым местом. Нельзя сказать, что он очень часто беспокоит, но многие глюки связаны именно с ЭБУ. Дело в том, что ЭБУ находится на двигателе и на него передаются вибрации и, естественно, перепады температур. Многие ошибки двигателя связаны именно с ЭБУ. Например, ошибки по мап-сенсору и непредсказуемый провал тяги. Если двигатель непредсказуемо глохнет, также падает в аварийный режим и не развивает более 3000 оборотов, значит проблемы уж точно в ЭБУ. Также ошибки и симптомы, которые появляются только на прогретом двигателе, также связаны с ЭБУ. При этом двигатель начинает троить, и ошибки бьются по нескольким датчикам. Неисправность ЭБУ, а точнее его разъема, можно буквально нащупать. То есть неполадки в двигателе и сбои в работе могут проявляться по мере шевеления косы проводки. Также в плате ЭБУ могут возникнуть трещины, которые способен устранить только опытный электрик. Неисправный блок, естественно, можно поменять на БУ-блок. Если вы покупаете БУ-блок, то надо знать его пин-код. И надо знать пин-код вашего блока. Обычно пин-код написан в сервисной книге. Но если пин-кода нет, то надо приобретать ЭБУ вместе с иммобилайзером, то есть замком зажигания. Это очень упрощает его установку. Если кому надо, знайте, где найти. Вот это все добро ждет вас в «АвтоСтронге». Дроссельная заслонка на двигателе Z16XE имеет электронное управление. Но с ней практически никогда ничего не случается. Задумчивые отклики на газ, неадекватные отклики на газ, плавающие холостые обороты связаны, скорее всего, с клапаном EGR. Но если клапан EGR заглушен, обороты все-таки плавают, то не помешает почистить дроссельную заслонку. А вот он, клапан EGR. Известное слабое место на двигателях Z16XE. Проблемы с ним могут быть как электрические, так и механические. Клапан EGR может подклинивать из-за налипшей сажи и грязи. При этом сервопривод будет пытаться попасть в нужную дозировку рециркулирующих газов. Тогда обороты холостого хода будут плавать, и появятся рывки при езде на постоянной скорости. Эти симптомы проходят при разгоне с полностью открытой дроссельной заслонкой и фиксируются в таком случае ошибки по клапану EGR. Реже бывают электрические проблемы. Протираются дорожки потенциометра и фиксируется неправильное положение клапана, то есть клапан некорректно работает. От загрязнения клапана помогает чистка клапана и отмачивание его в специальных жидкостях. Также можно его заглушить, перекрыв отверстия для подачи отработавших газов. Но тогда двигатель будет фиксировать ошибки, потому что MAP-сенсор будет видеть неправильное давление газа во впускном коллекторе. Самое правильное решение данной проблемы будет заливка оригинальной прошивки, которая предназначена для моторов без EGR. Данный впускной коллектор с двигателя Z16XE для Opel Meriva. Он монолитный. Для автомобилей Astra H и Astra G впускной коллектор представляет из себя составную конструкцию из двух внешних и двух внутренних частей. Еще в 2000-х годах выяснилось, что взаимные крепления половины коллектора ослабевают и начинает коллектор дребезжать. Компания Opel признала эту проблему и начала менять коллекторы шумные по гарантии. В мае 2005 года двигатели Z16XE и Z16XE-P получили усовершенствованные впускные коллекторы. На практике старый дребезжащий коллектор можно разобрать, промазать герметом и собрать, чтобы устранить взаимный люфт его половину. Катушка зажигания на двигателе Z16XE представляет собой вот такой большой модуль. Это стандартное решение для двигателя Opel. Данный модуль надежнее, чем на двигателе 1.8. Стоит он вменяемых денег примерно 70 долларов и не имеет проблем с пробоем изоляторов. На неисправность данного модуля указывают пропуски зажигания, которые не перемещаются по цилиндрам. Часто он выходит из строя из-за проблем с регулятором напряжения генератора. Для собственного успокоения модуль зажигания можно проверить, но без высоковольтных проводов от Opel Vectra A не обойтись. Для того, чтобы проверить модуль, его надо снять с клапанной крышки, не отсоединив его. Затем сдернуть резиновые изоляторы, подсоединить высоковольтные провода, а второй конец высоковольтных проводов подсоединить к свечам. Затем проверяем дедовским методом свечи на искру. Выкручиваем свечи по одной, кладем на массу, например, на клапанную крышку и затем подсоединяем высоковольтный провод. Смотрим, если хотя бы одна свеча не дает искру, значит модуль неисправен. Помогать сегодня нам в разборе будет Николай, про которого нету шуток. Поэтому напишите обязательно в комментарии. Итак, встречаем. Мы начинаем нашу разборочку. Система WKG в двигателе Z16XE не имеет мембранного клапана, поэтому ломаться в ней нечему. Но маслоотделитель и патрубки быстро засоряются. Из-за этого давление в картре естественно поднимается. Двигатель реагирует на это течью масла. Масло гонит из-под прокладки клапанной крышки и из-под прокладки поддона. А вот сальники держатся до последнего. Что еще хуже, высокое давление в картере мешает работе маслосъемных колец, то есть снимаемое ими масло медленно стекает вниз. Из-за этого маслосъемные кольца закоксовываются и это усугубляет жор масла. По состоянию все очень даже хорошо. Светлый лаковый налет и никакого износа на кулачках. Согласно сервисной книге ремень ГРМ подлежит замене каждые 90 тысяч километров либо раз в 6 лет. Но на практике меняют его гораздо чаще раз в 60 тысяч километров. Обрыв ремня ГРМ является частой серьезной поломкой данного двигателя. Причина – некачественные расходники. 60 тысяч для них предел. При больших пробегах на двигателях Z16XE наблюдается разрушение шпонки зубчатого шкива коленвала. При удобном случае надо менять эту шпонку и осматривать шкив коленвала на предмет износа. Двигателям Z16XE достались дефектные ГБЦ. По информации производителя, дефектные ГБЦ производили до мая 2003 года. В сервисном бюллетене есть такая информация, что стержни клапанов имели слишком шероховатую поверхность, которая приводила к износу маслосъемных колпачков и направляющих втулок. В результате масло стекает по клапанам и попадает в камеры сгорания. Производитель менял ГБЦ при наличии жалоб у клиентов. На практике так оно и было. При снятии и осмотре ГБЦ были обнаружены клапаны с сильным масляным налетом. Клапаны люфтили в своих направляющих, то есть направляющие были изношены. Вот такая неприятность происходила уже при пробеге в 70-100 тысяч километров. ГБЦ приходилось ремонтировать. По возможности специалисты собирали ГБЦ с новыми втулками, сальниками клапанов и другими компонентами. Но дефектные ГБЦ – это не единственная причина жора масла данного двигателя. Дальше все подробно расскажем. Данная ГБЦ в хорошем состоянии, она не относится к числу дефектных. И здесь мы не видим признаков масложора. Напомним, что блок у этого двигателя чугунный и никаких вопросов он не вызывает. Если говорить по состоянию цилиндров, то ход у нас слабенький и видны следы прилегания и стука поршневых юбок. Дальше все подробно расскажем. Двигатель Z16XE уже с завода имел повышенный расход масла. Любопытно, что младший двигатель объемом 1.4 такой особенности не имел. Компания Opel выпустила сервисный бюллетень, в котором сказано, что надо на двигателях Z16XE менять поршни и кольца. А расход масла 600 грамм на 1000 километров не является неисправностью. Причина жора масла кроется в закоксовывании поршневых колец. Поршни и кольца неудачны. Высота массовосъемного кольца 2,5 миллиметра. Но хуже всего, что здесь нет сквозных отверстий для отвода масла. Бороться с массажером можно раскоксовкой, но она помогает, если мотор потребляет примерно 300 грамм на 1000 километров. Если больше, то раскоксовка уже вряд ли поможет. Некоторые владельцы после установки новых поршней просверливают сквозные отверстия в канавках маслосъемных колец. Но и с ними жор масла может вернуться через несколько десятков тысяч километров. Есть все-таки моторы Z16XE, которые не потребляют масла. Вернее потребляют несколько сот граммов после быстрой езды. Им повезло с владельцами. Если говорить по состоянию, то поршни выглядят многообещающе. Такое ощущение, что мотор раскоксовывали. Если говорить по состоянию, то даже износа на шатунных вкладышах мы не видим. По состоянию коренных вкладышей все неплохо, но уже износ намечается. По коленвалу все тоже достаточно красиво визуально. Вот такой мотор подкинул Opel. Он, в принципе, простой, но доставил очень много неприятностей своим владельцам с этим самым масложором. Если вы хотите знать о моторах, коробках и БУ запчастях абсолютно все, обязательно подпишитесь на наш канал. Поставьте лайк этому видео, захотите в наши соцсети, заходите на наш сайт, покупайте отличные запчасти. И помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг-М».